12 июня в день независимости России на центральном московском подроме пройдут 16 по счету скачки на приз президента. Это мероприятие, которое каждый год привлекает внимание кунозаводчиков, политиков, крупных бизнесменов и деятелей искусств. Среди тех, кто будет следить за стартами и депутат краевого законодательного собрания Александр Демин. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть в гостях. Расскажите, вы лошадей любите или вот такой азартный человек, что поедете на старты? Я с детства просто любил этот вид спорта и достаточно серьезно им занимался. Потом это переросло уже в серьезные занятия. И теперь мы являемся собственником одного из конных заводов, который на территории Алтайского края у нас находится. Численность у нас поголовья общего лошадей орловско-расистой породы около 200 голов. Поэтому занимаемся серьезно и результаты уже налицо. И мы понимаем, что нужно обязательно быть представленным и на главном подроме страны. А самым главным это ипподром, это центральный московский ипподром, историческое место. То есть вы, я так понимаю, не в первый раз уже поедете на подобные соревнования? Мы это делаем регулярно. То есть вот из 16, скажем так, раз, которые проводили скачки президента, я 12 раз присутствовал на них. Иногда они бывают с присутствием, перволицая иногда без. Но, тем не менее, это, можно сказать, событие не только спортивное. Проходит ряд совещаний, мероприятий, которые предшествуют этому событию. И как раз обсуждаются те вопросы актуальные, которые для коневладельцев, для спортсменов очень актуальны. И это, можно сказать, такая серьезная площадка для общения определенных людей, которые занимаются этим видом спорта. Ну, расскажите, с кем уже удалось познакомиться с важным и нужным человеком, так скажем? Какие темы уже обсуждали важные? Ну, первое, для чего мы тогда все собираемся и приезжаем, это, конечно, обсуждение проблем. И как нам, скажем так, вывести на определенный уровень наше конезаводство, то есть и уровень наших соревнований на, скажем так, мировой уровень. Поэтому люди, которые в этом заинтересованы, коневладельцы и коллеги мои, они с разных областей деятельности. Там есть и акционеры, и совет директоров Газпрома, там есть и деятели искусств, там есть и бывшие действующие политики, там есть ведущие предприниматели нашей страны. Потому что площадка нужна как раз, чтобы объединить нас всех, кто серьезно и надолго зашел в эту отрасль и имеет какие-то большие планы. Ну, вот вы сказали, собираемся, чтобы решать проблемы. Так какие проблемы в первую очередь? Как в любом деле, проблемы, они имеют место быть. И сейчас у нас задача, может так, скажем так, выйти на определенный уровень импортных пород лошадей, иностранного происхождения, для того, чтобы не соответствовать мировым стандартам. И в первую очередь, чем я занимаюсь, это сохранение. Раньше, то есть 3-4 года назад была речь о спасении, а теперь сохранение, преумножение и улучшение качества орловской расистой породы. Это как раз та тема, которая мне очень близка, и, ну, скажем так, которой я активно занимаюсь. И всего только несколько хозяйств есть в России, которые занимаются породой. И мы в том числе, да? Я поняла, что на эту тему вы можете говорить долго. Давайте продолжим. У меня очень много вопросов для вас подготовлено. Я знаю, что вы дружите со спортсменом, если можно так, конечно, выразиться, помогаете дзюдоистам. Почему дзюдо именно? Юным дзюдоистам, подчеркну, да. Ну, наверное, все-таки, все, что в жизни происходит, оно получается из-за отношений между людьми. Конкретно с дзюдо я немножко другой борьбой в молодости, скажем так, профессионально занимался. То есть еще и борьбой вы занимались. Да. А получилось так, что есть человек, у которого грят глаза, кто хочет в отдельно взятом клубе, либо в отдельно взятом регионе, хочет продвигать свой вид спорта, и у него это очень хорошо получается. И он вокруг себя собирает кучу детей, которые заражаются его идеей. Поэтому здесь, наверное, все-таки на человеческих отношениях, конкретно к дзюдо, помощь ему. В общем, вы увидели те самые глаза горящие, тоже загорелись, и вот теперь завязалась дружба. Накануне на сессии Краевого законодательного собрания было принято много важных решений. Какие сейчас идеи, инициативы в разработке, какие лично вы поддержали? Которые вам нравятся? На самом деле их много. То есть самое актуальное, это, конечно, у нас там мусорная реформа. О ней можно очень долго говорить. И поэтому на сессии было очень жарко обсуждались. И кроме сессии еще на правительственном части. Конкретно на этой сессии были разные инициативы. Ну, там есть и комитет пограждан на политике, который выдвигал. То есть мы их, скажем так, поддерживали в плане того, что справедливо распределение путеводного добычу природных ресурсов, конкретно на предмет охоты. Вот. Наш комитет по промышленности и предпринимательству, по экономической политике промышленности и предпринимательству, то есть обсуждали достаточно серьезный план приватизации имущества Алтайского края. По устойчивому развитию территории вы сегодня тоже собирались. Расскажите подробнее, о чем конкретно шла речь, я знаю. Был большая делегация, они еще в городе, сейчас, наверное, находятся, советы из Москвы. Там почти весь был аграрный комитет с федерального собрания и аграрный комитет Государственной Думы. Презентовали, не, скажем так, громко сказано, но все мы знаем, что эта программа существует. И идеи были, скажем так, высказаны, как видит это и Министерство сельского хозяйства устойчивого развития территории, и как оно формировалось, и как разработчики Совета Федерации, и как Госдума принимала в этом участие. Вот, и насколько, скажем так, понятно стало нам, что вопрос очень серьезно изучался. Докладчики нам достаточно подробно объяснили, откуда берутся цифры, откуда, скажем так, берутся идеи, и в каком именно направлении, с чего как раз нужно развивать эти сельские территории. Ну, хотя бы подробнее, с чего? Ну, вот корень, на мой взгляд, всего, ну, таится в том, что, на самом деле, чтобы село жило, там должно быть работа. Логично. Там должны быть рабочие места. Мы можем бесконечно долго говорить о том, что сколько мы построим там много новых школ в селах и детских садов и больниц, но если там не будет рабочих мест, они будут просто пустые. И школы и больницы. Поэтому, как раз противоречие небольшое в том возникает, что, наверное, все-таки надо определять устойчивое развитие в тех территориях, где уже действующее предприятие показывает динамику роста, и есть тенденция к увеличению рабочих мест. И, наверное, все-таки к ним первое внимание должно быть осуществлено, потому что, если есть городообразующие предприятия, ну, если так говорить, если есть там на сельской территории какое-то предприятие, которое успешно работает... Да, конечно, им в первую очередь нужно и поучаствовать в этой программе. Потом, конечно, обратить внимание на те территории, у которых есть минусы в плане того, что какие-то они отстают. Ну, по ряду причин там, да, то есть и географическое расположение, и там экономические ситуации, все может быть. Но там тоже живут люди, им, конечно, нужно помогать. И чтобы вот это, скажем так, перекоса не было от того, что если мы поможем и так перспективным селам, это, соответственно, мы еще сделаем хуже ситуации для слабых сел. И они либо начнут миграцию в те села, да, либо... Ну, мы как-то все равно на миграционный процесс повлиять можем. Поэтому эта программа, скажем так, достаточно долгосрочная. И речь сегодня даже шла о том, что сделать ее не программой, а новым национальным проектом. Если мы говорим о том, что у нас большая часть, скажем так, проживает в селе, там, да, им достаточно много, поэтому, что мы хотим людей там оставить и сделать им достойный уровень жизни, вот жарко так обсуждалось, и предлагали некоторые выступающие все-таки объявить это национальным, признать национальным проектом. Когда станет известно? Какое решение принято? Ну, программа на самом деле, она уже, скажем так, определена. Суммы, которые финансирование необходимо на каждый этап, они, в принципе, уже известны. Они, конечно, очень огромные. Я даже не хочу сейчас их называть, чтобы там, это достаточно серьезные суммы в масштабах страны, они просто колоссальные, они больше, чем бюджеты федеральные. Поэтому, ну, двигаться в этом направлении надо, и конкретное финансирование, вот. И вот эта встреча как раз определит нам приоритеты, где мы конкретно в Алтайском крае будем, скажем так, продолжать. Активно работайте, да, для того, чтобы в каком районе, да, на какой-то умыси внимания, и включить в эту программу. И до 25-го года уже максимально, скажем так, использовать, ну, скажем так, и финансирование привлечь, и определить, и реализовать эту программу. Я знаю, что список ваших профессиональных интересов достаточно обширен. Чем еще занимаетесь? Ну, к сожалению, любимое дело, которым мы занимаемся, конный спорт, он на сегодняшний день по экономике отрицательный. И мы поэтому должны, скажем так, основную деятельность на нем не сосредотачивать. Вот. Более 20 лет я возглавляю группу компаний, которая занимается, в первую очередь, строительным направлением. Мы строим на территории Алтайского края, на территории города Барнаула, и который за пределами региона объекты. Вот, скажем так, с строительного направления и началась моя там профессиональная деятельность. Есть транспортное направление, транспортные компании, которые тоже более специфичны, поэтому на них сильно не хочу устанавливаться. По опыту своему, как руководителю предприятия, приходится, скажем так, много ездить по командировкам, да, много общаться с людьми, много анализировать, как коллеги живут в других городах, да, есть определенные выводы, есть идеи. И в этом как раз есть еще и некоторые инициативы в градостроительной деятельности, в коммунальной, которые обсуждаем, и будучи, скажем так, членом комитета нашего законодательного собрания и членом деловой России, которая там на площадке предпринимателей, вот, обсуждается. И используем очень активно, скажем так, свои возможности и свои идеи, скажем так, через аппараты, институт уполномоченного по правам предпринимателей Алтайского края. Поэтому стараемся, скажем так, свои все силы и общественные, скажем так, и внутренне прилагать к тому, чтобы все-таки как-то свою отрасль, в том числе такую уже более родную, строительную, продвигать максимально. Ну вот, если не ошибаюсь, на прошлой неделе было совещание, говорили о проблемах предпринимателей, с которыми они сталкиваются, вот основные, вы их на себе ощутили. Сложно ли сегодня быть предпринимателем? Предпринимателем всегда было сложно. Поэтому, то есть, ну, трудности, тот, кто боится трудностей, он никогда не станет предпринимателем. Поэтому вся работа сопряжена с проблемами. Мы вчера заслужили тоже отчет уполномоченного по правам предпринимателя при президенте, Павел Аркадьевич Несеров, он как раз, я вхожу в его совет при уполномоченном, и мы как раз структурировали все вот эти проблемы, то есть и давление на бизнес, и комфорт экономический для бизнеса у нас в отдельно взятом регионе. Вот, и обсуждали также риск-ориентированные подходы к контрольно-надзорным функциям, которые на сегодняшний день, ну, скажем так, в красной зоне больше всех там, скажем так, как раздражителей для предпринимателей, скажем так, действуют. Ну, и, конечно, мы еще и обсуждаем и доступность банковских там средств, без которых бизнес существовать не может. Вот, и достаточно часто проводим площадки с банками, с местными, которые у нас представлены, для которых мы там свои доводы им приводим, почему нам нужно доверять больше. Эфирное время, к сожалению, у нас ограничено, поэтому я перехожу к другой теме. Знаю, что у вас есть награда от Русской Православной Церкви, орден преподобного Сергея Радоничского третьей степени, если не секрет, за что вручили? Ну, немножко. Ну, немножко я знаю, что вы не любите, потому что нескромно об этом говорите, все же. Давайте поделимся. Ну, мы стараемся, скажем так, участвовать в строительстве храмов, вот, и поэтому конкретно эта награда была выделена за... у нас в моем родном селе, в Нижнекаминке Алтайского района, был построен храм на наше средство, наше предприятие. Поэтому, вот, отметили награды конкретно за этот объект. Ну, продолжаем сотрудничать с Русской Православной Церковью, то есть мы и сейчас там несколько объектов строим, поэтому, вот, наверное, за это. Давайте вернемся к скачкам. На предстоящих стартах будут представители с нашего региона? Сама итоговая скачка на приз президента, вот, в этом году, ну, не будет присутствовать там алтайских лошадей. Вот, нет, это не исключение из правил, это система отбора достойных, которые могут там участвовать, потому что не любой желающий может там участвовать, тот, кто должен провести, как на любых соревнованиях, отборочные соревнования. Вот, скажем так, на этих, скажем так, скачках наши алтайские лошади не будут присутствовать, но, тем не менее, они будут в не менее значимых заездах участвовать, которые в рамках этого мероприятия проходят, и в этот день наши лошади представлены будут, но именно в главной скачке страны не будут. В этом и идея, и один из вопросов, который я буду обсуждать на площадке, все-таки, в связи с тем, что алтайский край, он, и как канизовочек орловской расистой породы, я хочу быть инициатором того, что приз президента должен быть не только на верховых лошадях, а каждый сезон он должен поддерживать на разных породах лошадей, для того, чтобы внимание более четкой проблеме уединять на тех лошадях той породы, которые представлены будут в призе президента. Вот, конкретно моя задача для того, чтобы убедить своих коллег, что мы, например, в следующий или через год приз президента был на орловской нашей родной породе. Аргументы у меня для этого есть. Да. Я всегда говорю для того, чтобы, если приз английской королевы, он же на чистокровной английской породе, а мы должны на своей родной породе основную скачку страны проводить, тем более на приз первого лица. Когда вы возвращаетесь? Я планирую 14 июня вернуться. А я вам предлагаю встретиться вновь в нашей студии, обсудить эти соревнования, и, в общем-то, мне интересно узнать, как вашу идею приняли коллеги. Если вы не против, конечно. С удовольствием я и поделюсь. Спасибо за эту интересную беседу, но я напомню, что сегодня у нас в гостях был депутат Краевого законодательного собрания Александр Демин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!